В Казахстане завершен мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Избежать необоснованных проверок помогут в Палате предпринимателей. Бизнесменам рекомендуют обращаться для защиты своих прав. 30 сотрудниц полиции Карагандинской области поощрены от имени министра внутренних дел. В преддверии 8 марта в областном департаменте полиции провели праздничное мероприятие. Уже в понедельник 11 марта начнется священный месяц Рамазан. Продлится он до 10 апреля. О предстоящем месяце рассказали в областной мечети. В Казахстане завершен мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Избежать необоснованных проверок помогут в Палате предпринимателей. Об этом в ходе брифинга сообщил директор Палаты Ирнар Кульпийсов. С 1 января в Казахстане прекращен мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. В связи с этим многие предприниматели начали опасаться возможного увеличения числа проверок. Чтобы снять ажиотаж, региональная Палата предпринимателей проводит правовой ликбез среди бизнесменов. Предприниматели получают разъяснения и консультации о предстоящих проверках со стороны уполномоченных и фискальных органов. Мораторий закончился. Это было основное опасение у малого бизнеса, то, что будет вал проверок. Но этого нет, потому что за эти годы, когда был мораторий, было изменено законодательство. Сейчас все проверки проводятся в соответствии со системой управления рисками. Это раз. Второе, все проверки проводятся, которые плановые, они размещены на сайте Генеральной прокуратуры. Там можно посмотреть. В первую очередь проверяются те отрасли и те услуги, которые опасны для деятельности человека. То есть мы можем по всем видам, если идет проверка, они могут обратиться. Мы можем посмотреть, законно ли данная проверка, зарегистрирована ли в соответствующем порядке и проконсультировать предпринимателя. В рамках нацпроекта палата является оператором по трем основным направлениям. Это предоставление сервисной поддержки, информационно-консультативные услуги, развитие предпринимательского потенциала Менкасепкер. Особое внимание уделяется обучению начинающих бизнесменов. С марта прошлого года при палате открылся Центр развития женского предпринимательства, где отказываются 7 видов услуг для действующих женщин-предпринимателей и женщин-предпринимательской инициативы. Здесь наиболее востребованным является профильное обучение в рамках программы Менкасепкер. Так только за прошлый год у нас 26 женщин открыли бизнес, создали 17 рабочих мест. И обучили, то есть новые навыки, приобрели более 120 женщин из районов и городов нашей области. Здесь упор делается именно на сельское население. Кроме того, впервые в области успешно реализован проект «Одно село, один продукт», в котором приняли участие порядка 50 местных предпринимателей. В целом спикер отметил положительную динамику в развитии бизнеса в Карагандинской области. Казахстанцы возвращаются к наличке из-за проверки мобильных переводов. Депутаты парламента просят отреагировать. С начала года мобильные платежи снизились на 30%. Из-за этого пришлось обеспечивать дополнительные объемы наличных денег. В своем депутатском запросе на имя вице-премьера, министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, мажористмен Ерлан Барлыбаев заявил, что проверка мобильных переводов граждан на сумму более 255 тысяч тенге приведет к риску ненужной бюрократии и администрирования мизерных сумм без всякой отдачи для бюджета, но с головной болью для малого бизнеса и самозанятых. С начала года в обществе активно обсуждается нововведение по тотальному контролю налоговым органов за мобильными платежами граждан и предпринимателей. Мажористмен напомнил, что под контроль будет подпадать получение переводов от 100 и более лиц в течение месяца, общая сумма которых превысит 3 минимальные заработные платы или 255 тысяч тенге. При этом, как отметил депутат, нижняя граница переводов не определена, что означает тотальный мониторинг всех без исключения платежей, даже самых мелких в 100-200 тенге. В то же время фракция Акжол считает необходимым также установить нижний предел платежа, подлежащего мониторингу, не менее 3-5 тысяч тенге. Что касается определения общей суммы платежей в месяц, считаем заявленный порог 3 МЗП недостаточным. Дело в том, что сумму платежей нельзя считать чистой прибылью предпринимателя. На практике рентабельность малого бизнеса составляет 15-20% и с оборота 255 тысяч тенге его прибыль составит не более 50 тысяч тенге, а такая сумма не подпадает под налогообложение и в 7 раз меньше средней зарплаты, которая официально составляет 380 тысяч тенге. В этой связи депутаты предложили увеличить порог и вести мониторинг мобильных платежей, только начиная с суммы в 1,5 миллиона тенге. Также для защиты бизнеса от бюрократии депутаты предложили ввести автоматическое взимание розничного налога с мобильных платежей, подпадающих под мониторинг. К другим новостям. Уже завтра страна будет отмечать первый весенний праздник Международный женский день 8 марта. Накануне традиционно проходят торжественные собрания. Своё праздничное мероприятие провели в областном департаменте полиции. В преддверии главного женского праздника начальник департамента полиции обратился с приветственным словом к женщинам-ветеранам органов внутренних дел и женщинам-полицейским, несущим тяжелую службу в правоохранительной сфере. Санжар Адилов также признался женщинам в любви. Их любовь нас вдохновляет, вдохновляет, наверное, на каждодневные подвиги. Утром поднять себя за волосы, идти вперед, жить. Поэтому ваш праздник впереди. Жаль, что 8 марта, как говорится, только раз в году. Но если бы мне дали право такое, я бы, конечно, 365 дней сделал праздник для женщин. И самое главное, вам сегодня на всех смотрю, во всех влюбляюсь. Ну, это, естественно, такое чувство для мужчины. Поэтому будьте всегда такими же красивыми, нежненькими, приятными, умненькими. Мы вас очень сильно любим. Я от лица своих коллег, мужчин департамента, в этом в очередной раз признаюсь. Рахмель. Главный полицейский области поблагодарил сотрудниц за безупречную службу и вручил награды. 30 женщин удостойны наград от имени министра внутренних дел. Среди них старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности майор полиции Майнура Бекова. Работаю в этом управлении более 4 лет. Мы занимаемся борьбой с наркобизнесом и наркопреступлениями. В этом году нами за два месяца этого года изъято более 239 килограмм наркотических веществ. Из них 8 килограмм. Более 8 килограмм – это синтетические наркотики. Привлечено к ответственности более 15 человек, которые являлись закладчиками. После награждения на сцену вышли участницы традиционного конкурса «Полиция ОРУ-2024». В нем приняли участие 13 женщин-полицейских. Конкурс был разделен на несколько этапов, в котором участницы показали свои таланты и интеллект. Женщины-полицейские, участвующие в обеспечении общественного порядка в обычной жизни, своими талантами подарили прекрасное настроение жюри и зрителям. На должности следователя работы уже около года. Я рада, что я участвовала в таком конкурсе. Мне очень было приятно, понравилось. Главное не победа, главное – участие. Все конкурсанты и участники были хорошо, выглядели. Главное то, что мы подарили людям прекрасное настроение, и собрались все сотрудники вместе на таком мероприятии. Победителем конкурса стала Дарина Сычева, инспектор Восточного отдела полиции Тимиртау. Ей достался главный приз и звание самой красивой женщины-полицейского. Также были награждены победители по номинациям. Кроме того, всем участницам вручили ценные подарки. И в продолжение темы. В современном мире практически не осталось свердительности, где бы женщина не трудилась наравне с мужчинами. Никого уже не удивляют женщины-полицейские и женщины-предприниматели. Много женщин служат и в казахстанской армии. Причем не только на штабных должностях. К примеру, лейтенант Толкен Бакижанова служит снайпером. О ней наш следующий репортаж. В работе снайпера приходится учитывать абсолютно все. От патронов и положения снайперской винтовки до времени задержки дыхания при выстреле и ширины расстановки локтей при стрельбе. Промах – это ошибка. А ошибка – следствие неподготовленности, говорит лейтенант Толкен Бакижанова. На военной службе я с 2008 года выбрала эту профессию, потому что мой дедушка был ветераном Великой Отечественной войны. Я с детства росла, слушая множество историй о подвигах. Тогда я решила посвятить свою жизнь военной службе. Отец меня поддержал, но мама была, конечно, против. Бывают трудные времена, но мне нравится эта профессия. Моя должность – кадровый и линейный офицер. Психофизические женщины более приспособлены для работы снайпера, чем мужчины, отмечает лейтенант. Они более терпеливы, выносливы, аккуратны, наблюдательны. У них срабатывает боевая интуиция, заложенная природой. К процессу маскировки подходят творческие и изобретательнее. Именно эти качества помогли Толк-Ин стать победителем в международном соревновании. В 2021 году в Армении проходил конкурс «Воин мира» в рамках всемирных армейских игр. Участвовало шесть стран. Конкурс состоял из пяти этапов. Первый этап – творческий. Второй – проверка на знание истории. Мы сдавали тест. Третий этап – непосредственно стрельба. А в ходе четвертого мы соревновались в беге, метании гранат, отжимании. В этом соревновании я заняла первое место. К этим соревнованиям я упорно готовилась на Спасском полигоне. Толк-Ин заявляет, что довольна своей судьбой. И ни за что не променяет нынешнюю профессию. Но ничего женское ей не чуждо. Сегодня лейтенант Бакижанова не замужем. Но в планах – крепкая семья с большим количеством детей. Праздник и по ту сторону свободы женская колония открыла двери для родных осужденных. Их посетили родные и близкие из разных регионов страны. Этот день с нетерпением ждали не только осужденные, но и их родственники. Ничто не могло испортить душевную атмосферу, царившую во время встречи. Это счастливые улыбки, крепкие объятия жен, сестер и матерей. Для родных и близких осужденных, как и для самих осужденных, данное мероприятие имеет огромную роль. Здесь осуждены могут и обнять, и поговорить со своими родными, поздравить с данным праздником. Данное мероприятие, учреждение проводится один или два раза в год. Они организованы для поддержания социально полезных связей, для поддержания морально-психологического климата среди осужденных женщин, которые задержатся именно здесь, в местах лишения свободы. Осужденные очень рады. Для этого у нас в учреждении проводятся данные мероприятия. Также, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всю женскую половину человечества с данным праздником, с наступающим международным женским днем. Пожелать им крепкого здоровья и семейного благополучия. Поддержание социально полезных связей с родными имеет не только положительное влияние, но и является важнейшей частью воспитательной работы, отмечают в учреждении. Женщины для близких самостоятельно организовали небольшой праздничный концерт. Сегодня руководство администрации подарило нам двойной праздник в преддверии Международного женского дня. Это день открытых дверей, день, когда мы встречаемся с нашими близкими и родными. Это дополнительная поддержка в наши силы, в нашу веру, в светлое будущее, что мы видим их и поддержим свои социально полезные связи. Поэтому огромная-огромная благодарность и хочу поздравить всех женщин с наступающим международным женским днем. Желаю счастья, здоровья и успехов во всем. Сегодня исправление осужденного в местах лишения свободы является одним из доминирующих целей исполнения наказания. Разрыв с семьей и в целом полезных социальных связей затрудняет процесс исправления, являясь неблагоприятным фактором. Ведь семья является важнейшей частью жизни. Именно на семью возлагается особая обязанность – осуществлять психологическую помощь и поддержку близким, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах. Продолжаем выпуск. В этом году месяц Рамазан начинается 11 марта и заканчивается 10 апреля. В этом году пост будет длиться 30 дней. В ночь с 5 на 6 апреля – ночь предопределения. О предстоящем посте рассказали в областной мечети. Месяц Рамазан является частью лунного календаря и началом его считается появление Луны. Как известно, лунный календарь на 11 дней короче Григорианского, поэтому каждый год Рамазан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году. Отмечается, что главный посыл Рамазана – это благотворительность. Священнослужители призвали правоверных делать добро. Отдел шариата и фетов Духовного управления мусульман Казахстана совместно с Советом ученых Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран утвердили дату начала священного месяца Рамазан в текущем году 11 марта. Согласно общей фетве, благословленный месяц Рамазан начинается 11 марта. Священная ночь предопределения приходится в ночь с 5 на 6 апреля. 10 апреля – день Ораза Айт. Священный месяц является самым важным и почетным для мусульман. Соблюдение поста является одним из пяти столпов ислама. В этом году сумма Питер Садака составляет 640 тенге на одного человека. Месяц Рамазан – это время добрых дел. В мечетях области будут проводиться различные благотворительные акции. Призываю неравнодушных людей оказать в этом содействие. Также планируем раздавать продуктовые корзины для аузашара семьям с низким достатком. По традиции также организуем большие аузашары в столовых наших мечетей. И будем проводить каждую пятницу благотворительные акции. Кроме того, посетим детские дома и дома престарелых. Священнослужители призвали по возможности оказывать помощь нуждающимся и больным. Обратились в мечети и к предпринимателям. В честь священного месяца принять во внимание условия жизни народа. Снизить цены на социально значимые товары и продукты питания. В Духовном управлении мусульман Казахстана также призвали бизнесменов внести небольшой вклад в строительство таких важных объектов, как школы, мечети, медлисе, детские сады и спортивные комплексы, которые строятся на общее благо народа. Эксперты и литераторы обсудили тему расширения применения государственного языка. Областное управление по развитию языков организовало мероприятие, в котором приняли участие бизнесмены, руководители организации, студенты и молодые поэты. Они высказали свои предложения по дальнейшему развитию казахского языка. Казахский язык – духовное и культурное богатство казахского народа. Бесценные сокровища. В качестве экспертов во встрече приняли участие Айтпайбуд Паила, Руслан Алтаила, Перезат Калихановна, Алмагуля Кмашевна. В ходе встречи каждому участникам раздали темы для обмена мнениями. С точки зрения современной молодежи, в ходе развития технологий необходимо и дальше увеличивать и развивать контент на казахском языке в социальных сетях. Думаю, что мы будем работать вместе, прислушиваясь к их предложениям по дальнейшему повышению статуса нашего языка и расширению сферы его использования. Основная цель мероприятия – расширение сферы применения казахского языка. Налаживание двустороннего культурного диалога. Свыше 30 участников круглого стола высказали свои предложения. Некоторые поделились своим опытом изучения казахского языка с нуля. Как я пришла к этому языку? На 8 марта папа мне говорит, доча, что тебе подарить на 8 марта? Я говорю, пап, купите мне 40 уроков казахского языка. И вот тогда Хадиша Хужахметова, если не ошибаюсь, зелененькая такая книжка, и я начала изучать. Когда изучаешь язык, любой язык, нужно не стесняться разговаривать. Надо говорить, говорить, говорить. Встреча продолжилась конкурсом пословиц. Собравшиеся отметили, что казахский язык входит в число 600 языков, на которых сформировалась устная и письменная языковая культура, и 200 языков, имеющих статус государственных. Уважение к языку – это уважение к народу. Народ без языка жить не может, заявили участники круглого стола. И возвращаясь к теме предстоящего праздника. Более 20 тысяч женщин получат единовременную выплату к 8 марта. Об этом сообщили в областном Акимате. В городах и районах сумма разная. Все зависит от возможности бюджетов. В Караганде, Тимиртау, Приозерске, Осакаровском и Щетском районах к празднику деньги выплатят многодетным матерям, имеющим четырех и более детей, и многодетным матерям, награжденным подвесками Алтыналка и Кумусалка. В Балхаше многодетным матерям, почетным гражданам-труженицам тыла, ветеранам труда, неактивным, одиноко проживающим женщинам, женам умерших ветеранов войны. В некоторых городах и районах планируются праздничные обеды, раздачи продуктовых наборов. Благотворительные организации в определенных районах посетят малообеспеченные семьи, проживающие в частном секторе. Им привезут дрова, сено, уголь и прочее. Всего доброго, с наступающим праздником! Редактор субтитров А.Семкин